Всем привет! Вы на канале Кузыслав. Сегодня мы разберем окрас порогов отель 200. Они дико ржавые и их надо восстановить. И сегодня мы двумя способами, точнее как бы основа будет одна, это армата от бренда Solid. А подготовка под это дело все будет в двух вариантах. Первый вариант мы все дело это подготовим до голого металла и через эпоксидный грунт покрасим. И второй вариант мы то же самое сделаем только через кислотный грунт и грунт мокрый по мокрому. Автомобиль будет кататься у нашего знакомого и периодически будем наблюдать какой же из этих грунтов будет намного надежнее в эксплуатации. Смотрите, у нас эти пороги двусоставные, можно так сказать. Мы уже, Саша вчера разобрал этот порог, мы немножко подготовились к ролику. У нас есть вот такой вот уголок, который крепится на основную платформу. И есть вот такая вот металлическая труба. Уголок мы будем окрашивать черной арматой, ну сделаем так же как и было это в оригинале. А трубу серебристую мы будем использовать колеруемую армату и заколеруем ее серебристой эмалью и сделаем такое же серебро. Сейчас наша задача разобрать второй порог, покажем вам как это делается на примере как раз автомобиля L200 и дальше будем как раз удалять ржавчину. Ну здесь, кстати, по ржавчине не так, все серьезно, можно спокойно воспользоваться бордовым Скотти Брайтом. Держи, у меня как раз завалялся в кармане. Да не, ребят, конечно же, это все шутка. Мы отвезем эти пороги на пескоструй. Нам их от пескоструют и мы с хорошим чистым металлом уже будем дальше работать. Поехали, начинаем разбирать. Все, разбираем, да. Я сверлю, ты и это. А я нет. А ты нет. Один порог у нас более ржавый, второй менее. Ну вот эти накладочки мы покрасим структурной краской, потому что они тоже уже выглядят не очень бодро. Обновим либо структурной краской, либо можем сделать структуру с помощью также арматы, только сделаем более мелкую структуру. Хотел вам показать еще один момент. Внутри порогов также скапливается ржавчина. Смотрите, что внутри. О май гад. Конечно же, от пескоструить внутри порог у нас вряд ли получится. Поэтому внутрь порога мы зальем специальный антикоррозионный состав, также от бренда Solid. Насколько сможем, сохраним. Ну что, я так понимаю, у нас все готово. Кстати, куда ты выкинул красный скотчбэк? Грязь можно им очистить, чтобы не пачкать машину. Грузим в машину и едем на пескострой. Поехали. Пороги мы забрали с пескостроя. Пока пескостроились в пороге, Саня тоже привел себя в порядок. Это, к слову, о том, как вы пишете комментарии, что у Сани новая прическа. Да, у Сани новая прическа. Снова. Снова. Так, у нас пороги от пескостроя. Собственно, если бы мы их покрывали обычной какой-нибудь автомобильной эмалью, нам надо было бы их доготовить. Потому что от песка осталось такое крупное повреждение на этих порогах. Но так как мы будем покрывать эти элементы структурным покрытием Solid Armata, мы, в принципе, их можем не готовить. Единственное, некоторые места мы пробежимся губочкой 240-кой, чтобы убрать там какие-то вещи, может быть, недопесочные остались. Ну, просмотрим хорошенько пороги, хорошенько их обезжирим и уже будем перемещаться в окрасочную камеру и в нашу колористику для того, чтобы готовить грунты и эмали для окраски. Ну, тогда я добавлю еще то, что мы решили сделать таким образом. Мы основные трубы сделаем через эпоксидный грунт. И вот эти вот уголки, так называемые, мы сделаем через кислотный грунт. И посмотрим в дальнейшем, машина будет у нас как бы на глазах практически, и мы в дальнейшем увидим, есть ли разница на самом деле, как лучше подготавливать, да, через кислоту или через эпоксидник. Где-то раньше вылезет ржавчина. И вот мы об этом узнаем, где на уголках или на самих трубах. Таким образом затестируем. Единственный момент еще, внутри этих труб тоже была коррозия. Мы попросили там, где нам пескоструили эти пороги, максимально там тоже отпесочить. Но насколько песок долетел, конечно... Ни на сколько. Ни на сколько практически, да. Поэтому попробуем туда внутрь также налить эпоксидника, насколько опять же долетит. И внутреннюю часть вот этих труб мы также обработаем специальным антикоррозионным составом. Ну что? Поехали в камеру. Погнали в камеру. Так, наши пороги обезжиренные, обеспыленные. Сейчас мы будем приступать к смешиванию грунтов. Будем использовать два продукта, как и сказали. На трубы мы будем использовать солид эпокси праймер. Пропорции смешивания один к одному. Поэтому... Очень удобно и без заморочек. Очень удобно и без заморочек. Единственный заморочек – это время выдержки перед нанесением последующих покрытий 40-60 минут. Ну, ничего страшного, нам будет чем заняться, потому что мы будем делать еще второй грунт для уголков. В качестве грунта будет выступать солид протектор праймер из классической линейки. Это стандартный кислотный грунт на основе поливинилобутероля и ортофосфорной кислоты. Пропорции смешивания также один к одному. Тоже все очень просто. Есть тоже свои нюансы. Смешиваем грунт, оставляем его на 15 минут для того, чтобы наступила реакция в самом продукте. Наносим грунт и делаем выдержку также в течение 15 минут. По сути, два этих продукта одинаковые по межслойным выдержкам. Просто мало кто соблюдает вот этот 15-минутный интервал перед применением продукта. Но это делать обязательно и желательно, потому что продукт должен вступить в реакцию с отвердителем. Итак, приступаем к смешиванию. Саша, мы можем с тобой вдвоем смешать, чтобы не терять время. Держи линейку. Смотри, кислотник желтого цвета, стандартный. Эпоксидник серого цвета. Саша уже тоже открыл бабку. Я делаю 200 и 200, Саша. Так, смешанный кислотник оставляем на 15 минут. Для нанесения грунтов мы будем использовать краскопульсогола 3300, ГТО, воздушная голова, здесь установленная ТЭЧ, универсалка, и дюза 1.4, то есть это стандартная дюза для нанесения первичных грунтов. И в случае эпоксидника, и в случае кислотника. Да, кстати, еще один момент. Как вы видите, на нашем столе нет вторичных грунтов-наполнителей, таких как грунт мокрый по мокрому. Если вы не знали, то знайте, покрытие соли Тормата может использоваться на кислотный грунт прямиком, без вторичных грунтов, потому что само покрытие на полиуретановой основе, соответственно, ничего страшного не будет, если мы ее нанесем на кислотный грунт. Поэтому мы исключаем этот промежуточный этап со вторичным грунтом-наполнителем, чтобы не тратить время и не тратить деньги. Продолжение следует... 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 Первичный грунт нанесен, оставляем на 40 минут. И после этого будем приступать уже к нанесению структурных покрытий. А сейчас идем смешивать структурные покрытия. А, и чуть не забыли, как обычно, самые маленькие детали теряются и обычно забывают закраситься. У нас еще осталось 4 накладочки на трубы. Они сделаны из полипропилена. Полипропилен в чистом виде, как правило, не окрашивается. Все бампера и все пластиковые элементы, которые есть на автомобиле, они, как правило, делаются из модифицированного полипропилена. С модифицированным полипропиленом все очень просто. Мы берем стандартный грунт по пластику, грунт-наполнитель и работаем. Но что делать с чистым полипропиленом? Есть решение. У бренда Solid есть вот такой вот продукт. Называется он Solid Polisil. Продается в пробке лейки и в аэрозольном баллончике. Он идет на чистый полипропилен, на пластик, на модифицированный полипропилен. Да на любой пластик его можно наносить. И самая главная фишка, его можно наносить без мотирования. И это мы сейчас докажем. В моих руках просто питьевой стаканчик пластиковый, не мотированный. Он сделан из чистого полипропилена, ПП, маркировка. Должна стоять маркировка. Да, вот ПП. С помощью этого грунта мы загрунтуем наши колпачки и загрунтуем также вот этот пластиковый стаканчик. И минут через 15 мы его сомнем, покажем, насколько у него хорошая адъезия без мотирования пластиков. К чистому полипропилену. Погнали грунтовать. Грунтовать будем баллончиком, потому что нам удобнее. У нас очень маленькие накладочки. Ну что, погнали смешивать армату. Арматы смешиваются в пропорции 3 к 1. Мы берем для труб, для основных порогов, мы берем колеруемую армату. Будем колеровать ее с обычным серебром. Саш, сколько нам? Ну, из расчета того, что мы потратили эпоксидного грунта 300 мл, это на один слой, у нас будет арматы 2, значит нам надо 600 мл. Это значит нам надо густой арматы налить 400, добавить 40 мл базы, получить 440 и третья часть отвердителя, это примерно 150 мл. Мы можем, кстати, базы налить чуть побольше, даже сделать, наверное, 50 мл. Ну, сделать ровно 50 мл, да, и за 50 мл полосить готово как раз ровно 600 мл получается. И, да. Так, ну что, наливаем 400 мл. Так, использовать будем пигмент GreenLine, стандартный, со стойки, 885 компонент, блестящий алюминий, среднее зерно. Не стали добавлять какое-то крупное зерно, потому что, во-первых, крупное зерно, оно плохо укрывает, это раз. Во-вторых, крупное зерно, оно, как правило, смотрится немножко по-цыгански. Поэтому капаем обычное серебро мелкое, добавляем 50 мл. Теперь задача наша не 3 к 1 просто сделать с арматой, а сделать 3 к 1 уже с общей смесью, это базовое покрытие и самоармата. Поэтому наливаем отвердителя 150 мл. Так, и это еще не все. При окраске мы будем использовать краскопульт Сагола, все тот же 3300, но здесь у нас установлена воздушная голова ЕПА и дюза 1,8 мм. Для того, чтобы продавить этим пистолетом нашу смесь, мы ее разбавим на 10-15% можно добавить сюда разбавителя. Разбавитель используется тоже из этой линейки Solid 2K Universal Tinner. Обязательно обращайте внимание, для того, чтобы разбавлять такие покрытия аналогичные, используется разбавитель 2K. Так, ну давай, наверное, процентов 10 попробуем налить, посмотрим по вязкости, и если что-то не понравится. Все, теперь перемешиваем всю эту смесь. Замечательно. Интересно. Серебро довольно-таки хорошо будет укрывать, потому что уже в смеси видно, что непрозрачная смесь получается. Плюс ко всему у нас серая подложка, будет все хорошо, даже если будет что-то где-то просвечиваться. Даже серосло будет нормально. Свет получился, да, почти как родной. Немножко желтоватый за счет того, что армата. Я думаю, давай еще добавим разбавитель. Так, с этим все понятно. Так, у нас еще уголки, которые мы будем окрашивать просто в черную армату. Ну, здесь уже все гораздо проще. Просто смешиваем 3 к 1 с отвердителем, добавляем, наверное, процентов 20 разбавителей, так как уже понятно по первому замесу. И все, идем тоже красить. Добавляем отвердитель. 20% разбавителя. Я налью сначала поменьше, посмотрим как будет. Друзья, прошло 15 минут, но уже 20. В 20, наверное. Показываю, как теперь работает этот грунт с пластиком, без его мотирования. Сминаю его в кашу, вот такую вот. Напоминаю, это чистый полипропилен. Если вы знаете, от стаканчиков обычно грунт, краска, все отваливается. Все держится. Так что, ребят, пользуйтесь, грунт очень крутой. Так что, ребят, пользуйтесь, грунт. Одес. Одес. Продолжение следует...